Посещение больницы, какой бы замечательной она ни была, вряд ли у кого-то вызывает радостные эмоции. Ну а если речь идет о больнице инфекционной, то у многих это просто дрожь в коленях. А вот отчего она появляется, об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». В эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Наталья Кабанова, заместитель главного врача Самарской областной детской инфекционной больницы, кандидат медицинских наук, доцент. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире, к нам в студию можно будет позвонить, телефон 202-11-22. И лучше, конечно, не откладывать звонки на последние пять минут, иначе вы просто можете не успеть получить ответ. Итак, инфекционная больница, доктор у нас в студии. И начнем, наверное, с того, что выясним, с какими диагнозами госпитализируют к вам детей. Наша инфекционная больница оказывает помощь детям с любой инфекционной патологией. Зачастую это больные острыми респираторными вирусными инфекциями, это больший контингент наших пациентов, больные кишечными инфекциями, больные нейроинфекциями, больные пневмониями, больные высыпными инфекционными заболеваниями, ну и редкими инфекционными заболеваниями, они тоже в нашей практике случаются. А считали когда-нибудь вообще перечень детских инфекционных заболеваний, там хотя бы за сколько он переваливает? А перечень, он достаточно небольшой. Из года в год, да, из года в год он имеет тенденцию к повторению. Ну, если ориентироваться на годовые отчеты, которые мы анализируем ежегодно, то этот перечень составляет, ну, не более 20 нозологий. Ой, я думала за 200. Нет, 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 нет. Он достаточно узкий. Ежегодно бывают какие-то редкие инфекции, которые единичные случаи у нас встречаются. В большей части это те инфекции, которые циркулируют традиционно из года в год, в зависимости от сезона. Опять же, повторюсь, это острые респираторные инфекции, грипп, кишечные инфекции, нейроинфекции, высыпные инфекции, пневмонии и так далее. А какие из инфекций наиболее опасны для детей? Ну, знаете, я бы этот термин, наверное, применяла к тем инфекциям, которые сопряжены с высоким уровнем летальности, да, но на самом деле любая инфекция для ребенка может быть опасной. Банальная инфекция, к которой мы относим, там, острые респираторные вирусные инфекции, для детей из групп риска может быть смертельно опасной. Когда ничего вроде бы не ждешь, да? Когда ничего вроде бы не ждешь, но ребенок не готов к встрече с этой инфекцией. Его организм, его иммунная система, они должным образом реагируют неадекватно на эту инфекцию, поэтому она может быть для него губительна. И, конечно же, такие инфекции тяжелые, как менингококковая инфекция, коронавирусная инфекция, нейроинфекции с поражением головного мозга, ну, это, наверное, самые такие, наиболее опасные для ребенка инфекции, лечение которых должно начинаться, ну, максимально ранние сроки, для того, чтобы улучшить шансы на благоприятный исход. А вот вы сказали, и для детей из групп риска. А какие все-таки дети, ну, какая категория вот детей самая уязвимая? Ну, существуют так называемые группы риска, да, мы все медики о них знают, инфекционисты в первую очередь. К числу таких детей относятся прежде всего дети с хронической патологией, дети с хронической эндокринной патологией, это сахарный диабет, это ожирение, это дети с хронической сердечной патологией, с врожденными пороками сердца, с бронхолегочной патологией, недоношенные дети, дети раннего возраста, дети с иммунодефицитными состояниями, с онкологически больными. Это вот та когорта, на которую стоит обращать особое внимание, и для которой любая инфекция может быть достаточно серьезной. Конечно, такие дети, это наши частые гости, поскольку эти дети в обязательном порядке госпитализируются в инфекционный стационар для получения необходимой помощи. 21 век называют еще веком вирусных инфекций. И я читала статистику, что вот именно кишечные болезни стабильно занимают первые места в структуре инфекционной заболеваемости детской. Вот так ли это на самом деле, и касается ли это в том числе и Самарской области? Ну, я бы сказала так, что кишечные инфекции, они делят первое место с респираторными вирусными инфекциями. Да, они в числе лидеров. Ежегодно заболеваемость с кишечными инфекциями, она высока. И действительно, наш век, это век вирусных инфекций. Мы достаточно успешно боремся с бактериальными инфекциями, с помощью антибактериальных препаратов, вакцины, профилактики. А вот что касается вирусных инфекций, то большая часть тех инфекций, с которыми мы встречаемся, она, профилактика ее, ну, либо не разработана по каким-то там причинам, да, но за исключением там гриппа, да, РС-инфекции. И поэтому это наши частые гости. Среди них, конечно, кишечные инфекции занимают значимое место. Статистика, что в Самарской губернии, что в других регионах России, она одинаковая. И надо сказать, что для вирусных кишечных инфекций начинается сезон, несмотря на то, что мы, да, у простого обывателя существует мнение, что он поедет отдыхать, и там он заболеет ротовирусом. На самом деле, лето для ротовирусной инфекции – это не сезон, да. Чаще всего летом мы встречаемся как раз с представителями энтеровирусов, астровирусов. А вот зимний период – это как раз пора ротовирусной инфекции, и мы сейчас видим ее подъем. Ну, то есть не обязательно куда-то ехать, чтобы ее приобрести. Это может быть и просто ждать нас здесь дома. Абсолютно, точно, да. Это частый гость детских коллективов и взрослых коллективов. Ротовирус – такой возбудитель, который может долго циркулировать в организме человека. Человек может об этом даже не знать, как после перенесенной инфекции, так и при просто бессимптомном носительстве. И такие люди, они находятся среди нас с вами, они находятся среди детских коллективов, они очень часто попадают в лечебные учреждения, сами того не зная. И они являются источником инфекции для окружающих, поскольку эта инфекция с достаточно высоким индексом контагиозности, заразности. Поэтому при несоблюдении санитарно-гигиенических мероприятий есть большие риски ее подцепить. Я еще раз хочу сообщить, что сегодня у нас в студии заместитель главного врача Самарско-областной детской инфекционной больницы Наталья Кабанова. Мы говорим сегодня, ну, естественно, о детских инфекциях, о здоровье наших детей. Вы можете в студию позвонить, 202-11-22. Ну, а сейчас, собственно, хочется поговорить уже о самой больнице, которая не так давно стала обладателем нового современного корпуса. И вот все-таки, что дал больнице этот корпус, каким образом почувствовали это пациенты ваши? Вы знаете, строительство этого корпуса было нашей мечтой, как сотрудников, так и пациентов Самарской области. Поскольку коечный фонд инфекционный, он достаточно ограничен, да, и в период подъема инфекционных заболеваний ежегодно мы сталкивались с дефицитом коечного фонда, когда больных мало, а резервы для оказания помощи у тебя коечные, они ограничены, и поэтому, да, я не буду это отрицать, в редких случаях нарушались, конечно, и где-то санэпидрежим, потому что мы вынуждены были больных размещать в том числе и в коридорах, и уплотнять палаты, дабы оказать всем необходимую медицинскую помощь, что, конечно же, способствовало тому, что внутрибольничная инфекция могла легко распространяться. Ну и условия пребывания пациентов, они, конечно, некомфортные были. Поэтому строительство этого корпуса, оно, конечно же, улучшило, конечно, качество пребывания пациентов в нашем учреждении, условия их пребывания и условия труда медицинских работников, потому что работая в современном, красивом, оборудованном корпусе, здании, да, на рабочем красивом месте, ну, это все улучшает, да, и наше настроение, и качество оказания медицинской помощи. Ну, а понятно же, что корпус оборудован не только красивыми кроватями, там, занавесками, но, очевидно, еще и каким-то новым оборудованием. Вот в связи с его открытием, какое диагностическое оборудование добавилось у вас? Я могу похвастаться, что действительно наша больница в настоящее время является одной из, наверное, самых современных больниц нашего региона, поскольку мы оснащены в полном объеме всем диагностическим оборудованием, которое нам требуется для оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам. Ну, в частности, это самое современное реанимационное оборудование для диагностики критических состояний. У нас, пожалуй, лучшая реанимация по своему оснащению, и мы можем этим гордиться и хвастаться. Рентген-диагностическое оборудование, оборудование для ультразвуковой диагностики, все лабораторное оборудование обновилось в полном объеме. То есть у нас есть возможность оказывать современную качественную медицинскую помощь и проводить диагностику в кратчайшие сроки, не выходя за пределы больницы. И это тоже очень важно и для пациента, и для медицинских работников. И для окружающих, если мы говорим об инфекции. Совершенно верно, да. А каковы правила госпитализации? Вот мы говорили в начале о том, что у некоторых при упоминании инфекционной больницы начинается определенная дрожь. Означает ли, например, если у ребенка, ну, жидкий стул как вариант, да, то родители берут его и едут к вам госпитализироваться? Или это как-то все-таки происходит иначе? На самом деле происходит по-разному, да. Пациенты к нам могут поступать как самостоятельно, так и могут доставляться скорой помощью или пребывать по направлению из поликлиник. Ну, наверное, процент этих пациентов, которые поступают самостоятельно при наличии любой инфекционной патологии, он составляет в настоящее время больше половины. И не всегда он обоснован, потому что часть из этих пациентов, они не нуждаются в госпитализации, они не тяжелые, и подчас родители везут детей для того, чтобы, ну, их просто посмотрел доктор, да. Что, с одной стороны, конечно, оправдывает действия родителей, да, потому что они беспокоятся за своего ребенка и хотят в кратчайшие сроки получить консультацию врача. А с другой стороны, эти дети, которые не нуждаются в госпитализации, они могут получить эту помощь на дому, вызвав педиатра к себе на дом, и не составлять, так скажем, очередь, и не тормозить оказание медицинской помощи тем детям, которые действительно нуждаются, которых привезла скорая помощь. Потому что на этапе приемного покоя, в сезон подъема инфекционных заболеваний, приходится достаточно тяжело нашим докторам, которые проводят сортировку таких пациентов, оценивают необходимость оказания медицинской помощи в первую очередь, то есть они их ранжируют как раз-таки по срокам оказания медицинской помощи. Это вызывает вопросы и у родителей, и приходится какое-то время ожидать получения медицинской помощи. Поэтому я бы вот в этой ситуации всех призвала, конечно же, обращаться либо в скорую медицинскую помощь, которая может определить показания госпитализации, и понять, нужно же ли ребенка доставлять срочно в стационар, или может быть вызван участковый педиатр, который оценит его состояние, назначит адекватное лечение, будет за ребенком наблюдать на дому, что как раз-таки снижает риски инфицирования внутрибольничного. Давайте вот этот вопрос еще, может быть, если кто не понял, проясним. Правильно ли я понимаю, что родителям не стоит при каких-то признаках инфекционного заболевания брать ребенка и везти к вам самостоятельно, потому что это не поликлиника. Там не предусмотрено какое-то общее место ожидания. В общем, что неудивительно, да, поскольку инфекции же разные бывают. И это дестабилизирует фактически-то работу больницы? Ну, я не могу сказать, что не стоит, потому что ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда действительно стоит незамедлительно взять ребенка и вызвать либо скорую помощь, либо если время ожидания скорой помощи длительное, может быть, действительно приехать срочно с ребенком к нам в стационар. Такие ситуации есть, такие показания есть, но их круг достаточно узкий. Ну, предположим, судороги у ребенка, да, конечно же, это показания к тому, чтобы ребенку была оказана незамедлительная медицинская помощь, да. Но в этой ситуации тоже правильно было бы вызвать скорую помощь для того, чтобы купировать судорожный синдром, да. Это ситуация, когда у ребенка имеются признаки выраженной интоксикации. Ну, предположим, первый день он болеет, да, ребенок болеет первый день. И, казалось бы, мама опытная, и она знает, как снизить температуру, как его выпаивать и так далее. Но все ее действия, и врач ее посещал утром, предположим, да, и он видел ребенка, и он расписал лечение, но все ее действия безуспешны, да. Да, ей не удается выпаять ребенку, у ребенка наблюдается рвота многократная. И все лечебные назначения, они неэффективны, потому что вот эта симптоматика сохраняется. Либо у ребенка не купируется температура, то есть она дала жаропонижающий, раз дала, два дала, три дала. А у ребенка сохраняется высокая температура. Есть признаки нарушения микроэнергии, он холодный, у него есть озноб, дрожь. Это, конечно же, должно явиться показанием госпитализации в стационарах. Их достаточно широкий круг, медики их прекрасно знают, поэтому я бы, конечно, ориентировала всех на обращение в скорую медицинскую помощь, для того, чтобы они могли подсказать, а в случае необходимости немедленно ее оказать, эту медицинскую помощь. И я еще раз напоминаю номер телефона прямого эфира 202-11-2. У нас в студии заместитель главного врача детской инфекционной больницы Наталья Кабанова. И снова о страхах. Вот страх чем-то заразиться, боязнь вот именно инфицироваться, это, наверное, одна из основных, которая посещает человека перед визитом в инфекционную больницу. Вот насколько обоснованы эти страхи? Вот мы вам сейчас отдадим на лечение ребенка, а вы вернете его еще с какой-то инфекцией. Вот эти страхи совершенно не обоснованы, поскольку в инфекционном стационаре риски заразиться, они гораздо ниже, нежели в поликлинике или в другом стационаре. Почему? Потому что в инфекционном стационаре все больные размещаются в боксах, больные не перемещаются по внутренним помещениям больницы, больные не взаимодействуют, не общаются между собой, больные маршрутизируются по специально выделенным маршрутам, где есть разделение потоков чистых больных, грязных, мы так их называем, больных. Поэтому риски при соблюдении вот этого санэпид-режима, который строгий санэпид-режим, существует в инфекционной больнице, в больнице риски минимальны. Я бы считала, что это миф. Конечно, при соблюдении всех условий нам приходится напоминать мамам о том, что есть необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка. Конечно, если пациент или его родители будут покидать пределы своего бокса, ходить в гости в соседний бокс или гулять по коридору, конечно, это увеличивает их риски на то, что они могут реинфицироваться какой-то другой инфекцией. Но вот ротовирусная инфекция, о которой вы уже говорили, она же также где-то в начале списка внутрибольничных инфекций обычно, и с ней, наверное, как-то вы тоже предпринимаете меры, чтобы она не проявлялась. Но мы сейчас с вами послушаем сначала звонок зрителей, а потом вот об этом поговорим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Слушаем вас. У меня вот рассказывает, я больная, мне поставили диагноз ростейный сколероз. С врачом, который я объяснялась, он мне сказал, что в нашей стране нет таких лекарств, которые можно было бы вас вылечить или поддержать, чтобы остановить эту болезнь. Он мне просто прописал такие временные лекарства, которые, ну, для кровообращения. Вот можно вот через вашу студию, как-то в какой-нибудь клинике по ОМС, полечиться хорошими лекарствами. Я прошу прощения, а вы, ну, судя по голосу, не детского возраста, да? Ну, естественно, не детского возраста. Естественно, не детского. Давайте договоримся таким образом. Оставляйте, пожалуйста, оператору свой номер телефона. Мы попробуем этот вопрос прояснить. Просто к теме сегодняшнего нашего разговора он, ну, отношения не имеет. Благодарим вас за звонок и ждем... Подождите, а, подождите, я еще хотела вопрос задать. А сейчас что, вот только про детские болезни идет, пожалуйста? Да, сейчас разговор идет про детские болезни с детским доктором. Оставляйте номер телефона, пожалуйста, благодарю. Ну, номер телефона у вас записи, а ты... Итак, к ротовирусной инфекции, к внутрибольничным инфекциям, как вы с ней справляетесь? Ну, ротовирусная инфекция, я сказала, что это частый гость, да? И это гость не только инфекционной больницы, это гость любого стационара, куда она может быть занесена, поскольку пациент может поступить совершенно без клинических проявлений этой инфекции, а быть носителем и распространить ее среди соседей по палате, так скажем, да? Поэтому мы с этой инфекцией боремся. Следующим образом, у нас есть кишечное отделение, где оказывается помощь больным, в том числе с ротовирусной инфекцией, поэтому они изолируются по отдельным боксам, получают необходимую терапию. Ну, а в случае заноса со стороны инфекции в другие непрофильные отделения, такое, к сожалению, тоже случается. Больные выводятся, изолируются, контактные обследуются, за ними устанавливается медицинское наблюдение, и в случае реализации инфекции, появления клинических симптоматики, им проводится вся необходимая медицинская помощь, оказывается. Наталья Павловна, а почему взрослые, заражаясь от детей, вот именно такими инфекциями, переносят их гораздо тяжелее, чем сами дети, или это тоже миф? Отчасти миф, отчасти не миф. Действительно, есть ряд инфекционных заболеваний. Например, ветрянка. Например, ветрянка, например, коронавирусная инфекция, пример. Мы все знаем, что взрослые болели тяжелее, чем дети, хотя в нашей практике тяжелые случаи у детей тоже встречались, и, к сожалению, нам приходилось с ними работать. Почему? Ну, во-первых, иммунная система ребенка и взрослого – это две большие разницы. Состав крови ребенка и взрослого – тоже две большие разницы. Природа ребенка раннего возраста готовит к встрече с инфекцией, и его иммунная реакция, его кровь, они способны взаимодействовать и отвечать вирусным агентам более эффективно, нежели взрослые. В то же время иммунный ответ у ребенка – иммунная система незрелая, и иммунный ответ менее выражен, чем у взрослого. Вот все тяжелые как раз-таки ответы на инфекцию, вот при коронавирусной инфекции, они связаны с такой бурной реакцией иммунной системы. У взрослого она более совершенная, она функционально более полноценная, у него идет выброс сразу большого количества защитных факторов, да, и за счет этого происходит война внутри организма, между организмом и инфекцией. И поэтому клинически у взрослого это тяжелее протекает, вот из-за особенностей иммунной системы. А вот инфекционные болезни, даже если судить по, например, вакцинации ежегодной, то каждый год специалисты пытаются определить, какой именно вирус гриппа будет. Ну, не просто грипп и грипп, а какой вирус. То есть инфекционные болезни имеют свойство менять свое лицо. И если, вот, например, у нас в Самарской области нет дифтерии и нет чумы, то это не значит, что ее вообще нет. Верно? Да, совершенно верно. И действительно есть ряд забытых инфекций, да, ну, предполагает, вы назвали одну из них дифтерия, да, есть и другие инфекционные заболевания, с которыми мы встречаемся все реже и реже, благодаря тому, что большая часть из нашего населения невосприимчивы, мы вакцинированы от этих, защищены от этих инфекций. Но риски заноса этих инфекций, они существуют, особенно в настоящее время, когда очень много у нас есть людей, которые отказываются от проведения вакцин-профилактики у своих детей. Поэтому эти дети становятся восприимчивы, казалось бы, к старым забытым инфекциям. Я вам могу сказать, что на территории Самарской области, как и на территории Российской Федерации, ежегодно проходит изучение популяционного иммунитета по ряду инфекций, наиболее вот таких прогнозируемых, тяжелых инфекций. То есть, когда выборочно, мы как одно из учреждений участвуем ежегодно в проведении таких исследований, когда исследуются образцы крови пациентов, которые поступают в стационар просто методом такой сплошной выборки, да, и изучается, какое же количество защитных от этих тел есть у этого человека, у того, и каково оно в среднем в популяции. И вот такое вот изучение популяционного иммунитета, оно позволяет проводить подчищающую иммунизацию, оно позволяет прогнозировать вот риски подъема этих заболеваний, о которых мы, казалось бы, забыли. И совсем недавно Самарская область, ну, все, в принципе, в курсе, столкнулась с нашествием, скажем так, кори. Какова ситуация на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день ситуация по кори достаточно благоприятная. Единичные случаи кори, которые встречаются у нас, наверное, последний раз у нас был случай кори месяц назад, не раньше. Это, как правило, привозные случаи, то есть это наши с вами соседи, да, которые приезжают, пересекают границу, приезжают непривитые и, соответственно, заносят кори на территорию нашего региона. Поэтому это единичные случаи. Все эти случаи, они на контроле у Роспотребнадзора. И во всех этих случаях проводятся профилактические мероприятия для того, чтобы она не имела распространения. Приходится ли вам, инфекционистам, непосредственно работать с антипрививочниками? Безусловно. Наша работа – это не только оказание медицинской помощи, это и профилактическая работа, это и беседы с родителями. Но не всегда возможно убедить, да, родителей. Как правило, это становится убедительным, когда ребенок уже заболел каким-либо тяжелым инфекционным заболеванием. И родители убедились на собственном примере, что ребенок тяжело болеет, а это можно было бы предотвратить. Вот это работает очень убедительно. В частности, корь, да. Те больные, которые заболевали корью, будучи антипрививочниками, после перенесенными заболевания, они, многие, пошли и начали вакцинировать детей согласно календаря профилактических прививок. А вот ваш прекрасный руководитель Сергей Михайлович Китайчик, которого знает, конечно, весь город, вот выписала у него такие стихи. Да, прививки меняют природу, но отметим, что все лабуда, переменятся власти погода, но инфекции будут всегда. Это не про то, что можно вакцинируйся, не вакцинируйся. Я полностью с ним согласна, потому что, во-первых, мы вакцинируем достаточно узкий круг инфекционных заболеваний, а инфекций очень много, большое множество. Кроме того, вы сами об этом упомянули, что возбудители инфекционных заболеваний могут мутировать, да, и иногда они ускользают от действия той вакцины, которая применяется в настоящее время. Поэтому приходится пересматривать состав вакцины, изобретать новые, новые. Опять же, примером тому коронавирус является, да. Казалось бы, была вакцина, достаточно эффективная. А вирус мутирует, он прячется, он ищет новые возможности существования. Поэтому, конечно, инфекции были, есть и будут, поэтому я не могу не согласиться. Наталья Павловна, и буквально в 30 секунд можете один, первый, второй, третий пункт, самые главные меры, чтобы не стать вашими пациентами. Что делать? Очень коротко. Личная профилактика, вакцина-профилактика и применение средств индивидуальной защиты. Вот, собственно, коротко, лаконично, ничего сверхъестественного. Я надеюсь, что сегодняшний разговор прояснил многим какие-то вещи. Теперь не будет дрожи в коленках. Мы поняли, как работает больница. Благодарю вас за участие в эфире, успехов вам в работе. Прощаемся с нашими зрителями и увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова